Тут живи ветеран Великой Айчинной войны. «Дякуй за перамогу» – такая табличка заявилась на одном из домов по улице Кирова. Именно так, представники Фонду Миру, разом с гумильскими школьниками, вырошили протягнуть увагу громадскости до того, что побоч с нами живут пожилые и часто одинокие люди, которые принесли нам перамогу в Великой Айчинной войне. Достаточно часто мы в своих ежедневных делах, заботах, проблемах не обращаем внимания на вещи бесценные, неприходящие. А благодарность ветеранам – это именно такое понятие. И, по крайней мере, акция «Здесь живет ветеран» станет поводом для тысяч встреч, которые пройдут по всей республике, и в рамках которой мы, благодарные потомки, пообщаемся с ветеранами, их поблагодарим. В этом доме по улице Кирова живет Айлита Ивановна Самсонова. Когда началась война, ее было у сего 15 лет. Юная девушка приняла решение стать санинструктором-доброохводником. Потом был шпиталь под Воронежем, затем 204-й запасный полк. От колья ее демобилизовали по причине взросла. Коли ж девчина подросла, ее призвали в армию. В 44-м, после долгой разлуки, она знайшла своего батька на Вопелецком шпитале, в составе супрационника у якого и дошла до Берлина. В этот день, празд 10 годов, слово «подяки» за перемогу, Яна приймала одновученцев школы номер 27 города Гомеля – школы Миру. Это большой почет. Это знак того, что нас не забывают. Это знак того, что мы востребованы и что к нам всегда очень хорошо относятся, приглашают на всякие мероприятия, на которые мы ходим с великим удовольствием. Таблишка на доме Аэлиты Ивановны стала первой у Гомельской области. Усяго в регионе их плануется промоцовать больше, как 2000. Ганна Ковалева, Максим Славин, Телерадо, компания «Гомель».